У меня есть водительское удостоверение, на трактористы есть удостоверение. Я технику люблю, поэтому там написали, что может управлять боевыми машинами. Ну, я вот смотрю на технику, уже могу рулить, как говорится. Понимаю, какая техника. Это умение и предрешило все. 18-летнему десантнику, успевшему за полгода службы в Фергане совершить 10 прыжков с парашютом, доверили управление БМП-2. Так для Дипа Латыпова в октябре 1984-го началась афганская война. Я родителям письмо написал, но они, конечно, беспокоились. Я потом опять написал письмо, чтобы все будет хорошо. Сказал родителям, что родине служить надо. Джалалабад, Кандагар, Баграм, Герат. Отправлялись туда, куда требовали ситуация и приказ. Поехали на боевые. Джалалабад, по-моему, поехали на боевые. Ну, я механик-водитель, вожу пехоту. Все дружно. Мы приезжаем на точку, там пехоту ходят по горам. Этих афганцев там выручать. Там душманы ходят, их грабят, убивают. Ну, ведь это нам неприлично, советскому гражданину. У нас такого не было никогда. Об этом говорили не только между собой в полку, но и с местными жителями. За полтора года службы встреч с мирным населением Афганистана было немало. Мы просто разговаривали, я как сам татарин. Там же тоже язык-то похожий, схожий. Иногда разговаривали. Ну, так-то хорошие люди там, афганцы. Мирные люди. Гуманитарные службы Советского Союза раздавали голодным жителям кишлаков продукты питания. Учебные принадлежности организовывали работу школ, рассказывает Эдип. Осознание того, что и он причастен к большому и важному делу, помогало победить страх. Бывало, бомбили нас с гранатометом, стреляли. Мы едем в колонны на боевые. Иногда стреляли. А нас вертолеты сопровождали наши российские. Они их уничтожали, защищали нас. Так-то, слава Аллаху, все нормально. Вернулся на родину. Это был март 1986-го. На самолете добрались до Куйбышева. Оттуда на автобусе в Ульяновск. Потом с Ульяновска там брат взошел. Они встретили нас. И мы на следующий день поехали на родину, деревню, к родителям. Татарстан, Држановский район, деревню Молдзина. Латыпов Бедридин Дуртинович, отец мой, и Латыпов Ркия, мы не боялись на маму. Они встретили меня со слезами на глазах. Это радость, что на родину вернулся с Афганистана. Медаль за боевые заслуги. Ни единой царапины за весь срок службы. Афган для Эдипа Латыпова был таким. После работы автокрановщика. Он ставил в новом городе Заволжского района Ульяновска троллейбусные опоры, автотрансформаторы. Все изменилось в 1989-м. ДТП. И о работе водителям пришлось позабыть. 29 лет он работает в областном врачебно-физкультурном диспансере. Как и на войне, исправно исполняет любое поручение. Вырастил дочь. Воспитывает двух внуков. Которым, когда они подрастут, обязательно расскажет, что главный долг мужчины – родину защищать. Ну, что нам сказать еще? Лишь бы был мир на земле. Мы за мир воевали. Для афганцев. Афганцев выручали. От души нас защищали. Все. Гульнара Шарипова, Леонид Скомарохов, репортер 73. Продолжение следует.